Не успела взять телефона, я не успела ничего. Они просто молча повалили меня на кровать, молча придавили автоматом, раздели. Они между собой почти не разговаривали. Просто обозвали, пару раз обзывали, обзывали хохлушкой, бандеровкой. А потом они говорили, теперь твоя очередь. И все. Потом стали говорить, все, ладно, нам на пост заступать. И ушли. Затащил квас на втором этаже, всю ночь насиловал, уколол наркотик в руку. И сказал, ты ничего не почувствуешь. Я тебе порезал щеку и шею. И насиловал, и тыкал пистолет по кругу. Зафиксированы сотни випадков сгвалтувания. В том числе неповнолетних девочек. И совсем маленьких детей. И даже немовля. Про это просто страшно сейчас говорить. Но это правда. Но это было. Встановлена даже эта особа, этот российский вояк Бичков, Зевскова, десантник, или специализированный, который отправил товарищам это видео. Видео того, что он делает с немовлями. Как он знущается с немовлями. Она рассказала о фактах группового изнасилования со стороны российских оккупантов в отношении ее и ее 17-летней дочери. То есть, к сожалению, произошла такая ситуация, что дочь, она видела, как насиловали маму, и мама, в свою очередь, точно так же видела, как насиловали ее дочь. Мы сделали эту группу психологической поддержки. У нас есть телефон на сайте этих людей, координатора этих людей, чтобы им помогли в таких сложных ситуациях. И мы увидели, что это массовый характер. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok